Лыжня России стала настоящим праздником для всех участников этого грандиозного события. Кроме классических соревнований на 5 и 10 километров, были даны и старты для детей с родителями. Нижегородские компании вышли на трассу целыми командами. Самую многочисленную команду из них, 153 спортсмена, представил Горьковский автомобильный завод. Самому старшему участнику Лыжней России 2019 Ивану Гундяеву 88 лет, а самому юному сегодня исполнилось 6 месяцев. Драйв, скорость, мороз, русская зима во всей ее красе. Любитель спорта, вот поэтому я и пришел. Великолепное настроение, настрой хороший, все прекрасно. Ничего сложного, если катаешься с удовольствием. По всей стране Лыжня России объединила около полумиллиона любителей зимних видов спорта. Бежали за здоровьем и позитивными эмоциями 72 региона. Самый массовый старт у нас в Богородском районе – 12,5 тысяч. Среди них и губернатор Глеб Никитин. Это очередной предмет для гордости всех россиян. Поэтому, конечно, это очень здорово. И нижегородцы здесь тоже не отстают. У нас, я уже сказал, на 25% количество участников увеличилось в этом году. 12,5 тысяч зарегистрировавшихся. Здесь 7,5 тысяч только на этой площадке. Ну, это реально здорово. Лыжные гонки для нашей области по-настоящему любимый вид спорта. Он не только объединяет всех поклонников здорового образа жизни. Именно наш регион дал целую плеяду блестящих спортсменов, среди которых и наши прославленные олимпийские чемпионы. Мы многие знаем наших соотечественников в широком смысле этого слова, которые прославили Россию, лыжный спорт. Но мы, конечно, помним и нижегородцев, и времен советских наших олимпийских чемпионов, призеров олимпийских игр. Это и Алевтина Алюнина, и Алексей Кузнецов, ну и, конечно, наших современниц Ирина Хазова и Настя Седова в последней олимпийской гонке. Всероссийская акция «Лыжня России» проходит в 37-й раз. В эту субботу у нас в области она собрала уже более 15 тысяч любителей спорта. Субтитры создавал DimaTorzok